Привет-привет, Водолеи! Это расклад для вас на неделю с 10 по 16 июня. Будем смотреть с вами по привычной схеме на картах Таро 3 подсказочки. Также на картах Семья мы посмотрим ваши взаимоотношения на этой неделе. И у Оракула или Норман мы спросим, на какую область вашей жизни вам стоит уделить более пристальное внимание к Анне-Периуму. Что ж, давайте посмотрим, какие события для вас приготовила жизнь на этой неделе. Четверка Жезлов. Четверка Жезлов говорит о какой-то кульминации, какого-то, может быть, процесса, когда вы можете это отпраздновать в кругу своих близких людей, которые вас поддерживали на протяжении какого-то времени. Это может быть, когда у вас уже свадьба или помолвка. Это может быть, когда вы посещаете какое-то семейное торжество, день рождения, юбилей, свадьбу, крестины. Когда вы радуетесь всей семьёй какому-то событию. Это такая, знаете, передышка после долгого труда. Когда вы собираете урожай плодов того, над чем вы работали или над тем, чем вы занимались. И вы теперь можете праздновать. То есть неделя достаточно лёгкая, весёлая и жизнерадостная. Наполняйтесь этим чувством. Смотрим ещё одну карту. Ту спинтакли. И у вас появляется реальный шанс либо заработать, либо что-то купить крупное, то, что вам хочется, либо продать, избавиться от того, что вам уже не нужно. Но при этом вы имеете в руках какую-то ценность. Вам жизнь её протягивает, и ваша задача её взять. Потому что иногда бывает так, что, ну, конечно, например, если это выздоровление кого-то вас или кого-то из ваших близких, и вы это празднуете, тогда это приятные новости просто. Это может быть, когда вы закончили какой-то проект, какое-то дело, и вы получаете крупную сумму денег. И тоже устраиваете по этому поводу банкет. Но также это может быть, когда вы что-то закончили, и вам жизнь протягивает новые шансы на заработок, на здоровье, на какие-то ресурсы. И ваша задача в этом празднике – не пропустить эту возможность. Это может быть и предложение работы, и может быть какой-то новый клиент к вам придёт. Это может быть, когда вы находите какого-то специалиста, который позволит вам улучшить своё самочувствие. Воспользуйтесь этим. Давайте посмотрим ещё одну карту. Король Пентакли. Король Пентакли может говорить о, ну, в первую очередь, о вашей стабильности в финансовом плане. Вы чётко понимаете, откуда к вам приходят деньги и на что вы их тратите. Также это может быть как шанс, опять-таки, да, проконсультироваться с каким-то специалистом, который знает что-то о финансах. Это может быть, когда вы консультируетесь с банковским работником. Может быть, вы нанимаете какой-то аудит в свою компанию. Может быть, это курсы какого-то финансиста, куда лучше вложить деньги, да, и вы увидите этот шанс для себя. А также это может быть шанс познакомиться вот с таким королём Пентакли. Для милых дам это ваш будущий муж. Не пропустите этого человека. Это человек стабильный, надёжный. Он не очень чувственный, но при этом он в статусе, он хорошо зарабатывает, и этот человек будет надёжной опорой для вас. И для кого-то это действительно, как я уже сказала, может быть, предложение руки и сердца. Это может быть так, что ваш муж уже, если вы замужем, может быть, что ваш муж повысился доход у него, да, каким-то образом. Может, он получил премию, может быть, он перешёл на другую должность, на другую работу. Но в любом случае, теперь у него есть шанс приносить в дом больше денег, и вы по этому поводу будете испытывать счастье. Для мужчин это может быть как действительно шанс открыть свой бизнес, куда-то вложиться хорошо, может быть, в недвижимость, да, или же это шанс того, чтобы приумножить свои какие-то накопления. Так что не пропускайте эти шансы. Неделя денежная и радостная. Поделитесь, что это было для вас. Так, а мы смотрим, что у вас во взаимоотношениях на этой неделе. Тоже, смотрите, дом, полная чаша. То есть действительно во взаимоотношениях вы либо, может, поедете к кому-то в гости и почувствуете там себя как дома, может быть, это ваши родственники, может быть, это близкие друзья, может быть, вы будете принимать у себя кого-то, кого вы цените, любите, считаете как членом своей семьи. А также это может быть о том, что вы будете на этой неделе сконцентрированы на своих мечтах и целях, и делиться этим только с теми людьми, которые разделяют ваши интересы, с которыми вы хотите объединяться в какие-то группы, команды единомышленников, когда ваши планы ещё подтверждаются планами других людей. И это хороший период этой недели для того, чтобы встретить свою вторую половинку и укрепить свои взаимоотношения, что со своим любимой или любимой, и что с друзьями, коллегами, со всеми. Проявляйте больше чувственности к людям и создавайте свои ценности. Это даже может быть и с коллегами. Ценности, за что вы будете ценить ваш союз, ваши договорённости, ну и, конечно же, ценности со своими друзьями и со своими близкими, родными. Смотрим, на какую область вам нужно сделать большой акцент на этой неделе. Смотрите, у вас меняется судьба. Перед вами встанет судьбоносный выбор. И это будет важным для вас решением. Жизнь действительно, как мы уже сказали, преподнесёт вам в чём-то шанс. И для каждого этот шанс будет свой. Но вам важно его не просто не пропустить, а вам важно им воспользоваться. Потому что у вас есть, как говорится, как минимум четыре пути. Вы можете, не взяв этот шанс, откатиться назад, развернуться и сказать, нет, меня устраивает моя жизнь, меня всё устраивает сейчас, я не согласен или не согласна пользоваться этой возможностью. Вы можете, взяв этот шанс, свернуть куда-то не туда. Вы можете неправильно им воспользоваться, да, налево или направо. Помните, как в сказке, направо пойдёшь, коня потеряешь, налево. То есть, может быть, этот шанс будет с каким-то «но». Ну, например, муж станет больше зарабатывать, но при этом на вас наложится какая-то большая ответственность. Может быть, у него, например, будут командировки, и вам придётся какое-то время отпускать его, то есть находиться одной. Для кого-то это может быть, как у мужчины, повышение по карьере или тоже больший заработок, открытие своего дела. И это большая ответственность. И как вы ей распорядитесь, тоже зависит ваша судьба. Но кто-то возьмёт этот шанс и пойдёт к светлому своему пути, к новому возрождению, и сможет не только приумножить этот шанс и сделать из одного шанса тысячи шансов, но и также резко поменяет свою судьбу к лучшему. Поэтому обратите внимание на то, что будет происходить на этой неделе. Помните, что благодаря вашему выбору, вашим шансам и решениям будет зависеть ваша дальнейшая судьба. Надеюсь и верю, что вы сделаете правильный выбор и воспользуетесь этим шансом. И, конечно же, потом поделитесь со мной, как вы вышли из этих ситуаций. А я с вами прощаюсь до следующей недели и благодарю вас за лайки, подписки и ваши комментарии. Это очень помогает в продвижении канала. Пока-пока.